В следующем году в Крае установят еще 20 новых камер фиксации нарушений правил дорожного движения. И это дополнительно к тому, что в этом году их установили еще 40. Как работают эти камеры, пытаются ли их обмануть? Вот об этом и многом другом мы поговорим с заместителем руководителя Крудор Михаилом Быловым. Михаил Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Поставили 40, установят еще 20. В Крае достаточно ли сеть камер фиксации видеонарушений, либо их очень и очень мало? На сегодня у нас функционирует 106 стационарных рубежей контроля. Из них 51 рубеж разболожен в городе Красноярске. И функционирует не менее 55 передвижных комплексов фото-видеофиксации. То есть у них дислокации ежемесячно меняются, то есть они в разных местах появляются. Рубежей недостаточно, система будет развиваться. В этом году мы запускаем 40 рубежей контроля, то есть они еще не запущены. В Крае? В Крае. 27 из них в городе Красноярске. И на следующий год 20 планируем в первом квартале запустить. То есть из них 19 в городе Красноярске, один Красноярский аэропорт Тараса, 9 километров. То есть в Красноярске, миллионном городе, будет 80 с лишним камер фиксации дорожно-транспортных нарушений, происшествий. А на ваш взгляд, сколько должно быть всего в Красноярске? Ну вот хотелось бы вам как специалисту. У нас плановое значение стоит в 155 стационарных рубежей контроля. Это по всему Красноярскому краю. Скажите, а кто принимает решение, где, в каком месте появится камера? Камера решения принимает ГИБДД. То есть камеры размещаются в очагах концентрации ДТП. То есть это тот участок, где за 12 месяцев произошло 3 ДТП одного вида, либо 5 ДТП разных видов с погибшими и пострадавшими людьми. Соответственно, в этих местах камеры размещаются. То есть просто так там от фонаря камеру никто не поставит. То есть это не вы сидите в кабинете и решаете, что давайте поставим вот сюда камеру. Ну да, так это не работает. То есть это комплексная оценка по районам, краю. Ну понятно, что акцент делается на агломерацию, потому что интенсивность движения больше, соответственно, и аварийность выше. Ну это логично. Скажите, а с установкой камер снижается число ДТП, либо оно остается на каком-то одном уровне? Ну я вот на передвижных скажу. То есть мы как раз недавно анализировали за 2020 год. То есть у нас 49 рубежей контроля было передвижных, а стояли в очагах ДТП аварийности. Из них на 30 не совершено ДТП. Вообще не совершено? Да, ноль. То есть система работает эффективно, потому что водитель, когда видит камеру, то есть он какие-то меры принимает. Скорость снижает, начинает двигаться более аккуратно. Но опять же, если приходит штраф, то уже человек начинает понимать, что он лучше поедет с разрешенной скоростью, чем будет раскошеливаться. Ну конечно, но в принципе у нас в 2017 году, когда мы стационары стали ставить, вот стопление это же показательный момент. Раньше же стопление это что было? Ну какая-то полоска нарисована. Все люди там выезжали, а сейчас посмотрите по городу. А также с пешеходами. Вот запустили два года назад мы на непредоставление преимущества пешеходу, на нерегулируемом. Ну то есть тоже сейчас смотрим, ситуация выравнивается. То есть водители уже стали обращать внимание на это дело. Скажите, а водители же пытаются обмануть камеры? Насколько продвинуты, так скажем, сейчас те, кто пытается уйти от фиксации нарушений? Такое встречается. Что придумывают? Такое встречается, да. Придумывают разные варианты. Это спрей с пленки, либо, грубо говоря, чистая машина, но грязный номер. Как бы машину помыл, номер пленочкой завесил, не помыл, естественно, номер грязный. В интернете смотрел, да, я сейчас встречал какие-то глушилки, камеры продаются за 1900 рублей. А не работают вообще? Да нет, не работают. То есть там какая основная логика? Якобы эта система глушит GPS-сигнал. Камере как бы GPS-сигнал, в общем-то, не нужен. Она обновляет свою позицию раз в пять минут. Если там даже теоретически что-то у нее заглушится, она свою работу продолжит. Так что, дорогие зрители, не ведитесь, если будут предлагать такие глушилки, не покупайте, не работает. Так еще что? Более того, у нас массив проанализировали, получается, 350 тысяч постановлений за сентябрь обработано было сотрудниками ЦФАП. Из них 50 встретились с видоизмененными номерами. Ну, то есть вот спрей, пленки там всякие, либо видоизменение букв, к примеру, букву АС докрасил, получилось букву АУ. А это спасает водителя? Либо ваши специалисты, они... В том-то проблема, что не спасает. То есть она только усугубляет положение, потому что оператор смотрит фотоматериал, то есть он же в ручном режиме отсматривает, не машина смотрит, смотрит, ага, к примеру, марка и модель такая-то, а на фотографии совсем другая. То есть приближает, номер рассмотрел, вынес в отношении того водителя, который видоизменил номер. И более того, потом он передает ориентировку нарядам ДПС. И в случае, если такого водителя наряд ДПС остановит, то к нему будут примены меры административного воздействия за видоизменение номера. А это 5000 штрафов и лишение на срок. И лишние проблемы, да? А сколько всего операторов трудится над тем, чтобы вылавливать, в принципе, тех, кто нарушает правила, судя по видеофиксации? У нас предобработка, предварительная обработка штат 20 специалистов. А в ЦАФАПе не могу подсказать, но, по-моему, порядка 13 человек было. То есть мы не курируем штатную числу ЦАФАП. Соответственно, могу ошибаться. Скажите, а это ваши специалисты решают, где было нарушение и какая машина нарушила правила, либо кто-то другой решает? Нет, это... Расскажите, как это работает. Комплекс работает в автоматическом режиме, то есть он нарушение выявляет в автоматическом режиме. То есть сотрудник никаким образом не... Человеческий фактор исключен, да? Да, то есть он не влияет на принятие решения комплексом. Вот. То есть бывают просто какие-то технические ошибки, к примеру, там, светофор чем-то закрыла, либо еще что-то. Для этого нужна, естественно, предварительная обработка, чтобы не вынести в отношении невиновного штраф. Или скорая помощь, например, где-то приезжала, он был бы вынужден уступить. Вот. Затем информация перейдется в ЦАФАП. Ну, ЦАФАП там уже своими проверками, то есть у них информации более много обладают. Вот. Уже принимают решение о вынесении. Ну, судя по последним, там, нескольким месяцам, довольно быстро это происходит. От нарушения до письма счастья на электронную почту может пройти всего, там, дня два, например. Да, это быстро происходит. Получается, мы подключили в 2019 году сервис электронные заказные письма. То есть, если человек дал свое согласие на получение заказных письм на портале государственных услуг, то теперь ему письмо в бумажном виде не приходит. То есть, с момента вынесения, правильно сказали, проходит не более чем более двух дней. Михаил Андреевич, а если человек не согласен и на самом деле не было нарушения правил дорожного движения, но, тем не менее, пришло письмо счастья, что нужно делать? Потому что, вот, по собственному опыту и по опыту своих знакомых, я знаю, что люди просто не хотят связываться. Слишком долгая какая-то цепочка, куда-то писать, идти, что-то доказывать, разбираться, махнули рукой, заплатили, там, половинную стоимость штрафа и так далее, да. Что делать, если пришел штраф, но ты с ним не согласен и ты, в принципе, можешь доказать свою невиновность, хотя бы попытаться? Насколько это реально? Брянск, К23, это центр фиксации административных правонарушений, то есть туда можно прийти, жалобы написать, сотрудник рассмотрит. Более того, он может показать видеоматериал, потому что в письме же только... И объяснить, что на самом деле... Да, только фотоматериал бывает непонятно, что я, собственно, нарушил. А когда видеоматериал отсматриваешь, приходит понимание уже, что нарушил. А в вашем алгоритме бывают ошибки, когда действительно там сработало что-то не так, пришел штраф, а человек не виноват? Или такое исключено? Такого я не встречал, исключено. Комплекс — это же поверенное средство измерения, имеет поверку. То есть он не может ошибаться. Но если даже в случае каких-то подозрений, что комплекс работает некорректно, такой комплекс выводится из эксплуатации и проходит неочередную поверку, где подтверждает свою работоспособность. Вот особенно летом в окрестностях Красноярска было несколько случаев, когда вандалы выводили из строя камеры и тем самым, давая зеленый свет другим, превышает скорость и так далее. Часто ломают камеры? Воруют? В 20-м году у нас 16 было таких историй, а в 21-м — 4 пока. Ну вот здесь два раза татанар расстреляли из ружья. И частенько случается на самом деле. Виновных находите? И операторам вред здоровью применяют, то есть те, кто стоят с передвижными камерами. Да, то есть реагируется быстро, то есть сразу звонок в полицию. Полиция уже отрабатывает. Виновных, как правило, находит. Вот, к примеру, у нас в апреле 2020 года гражданин напал на оператора, прибор повредил, прибор вывел из строя. Нашли его, определили, поймали. Суд вынес решение в феврале этого года. Два с половиной года колонии строгого режима, миллион компенсации за прибор и оператору 35 тысяч за здоровье. Подытоживая наш разговор, насколько важна и насколько полезна все-таки эта тема установка камер видеофиксации нарушений ПДД? Ну, тема эта, безусловно, полезная. То есть ключевое – это повышение безопасности дорожного движения, как там бытует мнение, якобы система строится для сбора штрафов с населения. Но это не так. То есть ключевое – это безопасность дорожного движения. И на примере передвижных средств фото-видеофиксации я уже говорил, что система работает достаточно эффективно, показывается эффективность. Спасибо. И напомню, в гостях у нас был заместитель руководителя Крудор Михаил Былов. И вот был период, когда только-только они начинали свою деятельность, были закредитованы, выросли цены на тепло, выросли цены на электричество. И предприятие обратилось в правительство края о помощи, о том, что им необходима государственная поддержка в части компенсации затрат на электроэнергию и на тепло. В случае, если это произойдет, в течение двух лет они были готовы закрыть свои долги и уже выйти на рентабельность. Ну вот, да, в то время губернатор Аблокузнецов Лев Владимирович было принято решение о разработке новой меры государственной поддержки. И в результате этого у нас появилось предприятие, которое производит сейчас зелень, овощи, закрытого грунта в достаточно больших объемах. А потом, через два года, эта мера господдержки была ликвидирована, потому что предприятие вышло на уровень рентабельности и стало абсолютно самостоятельно. Да. Александр Николаевич, к сожалению, время у нас уже заканчивается, но в любом случае спасибо вам большое за то, что к нам пришли. И, конечно, удачи в окончании уже этой кампании. Да, конечно, надо пожелать удачи всем нашим сельчанам и всем нам, конечно, хорошей погоды. Только погода сейчас может что-то внести, какие-то коррективы в нашу работу. Спасибо вам большое. А у нас в гостях был первый заместитель министра сельского хозяйства и торговли края Александр Походин. Продолжение следует...